Другой ночи, а шестой ранницы и сёмой ранницы по Минским часе. Передача о сёмой транслюется на средней хвале 1386 кГц у эфиры радио Балтийские хвали. У полночно-заходном регионе Беларуси нас можно слушать на хвале радио Знадвилии 103,8 FM, а половине першую ночи и а шестой ранницы по Минским часе. Передачу о 17.30 можно примать у помежных с Польшей районах Беларуси у личбовым формате ДАП+. Подробязная информация и подкасты на нашем сайте radio.net. Рекомендуем мобильное прикладание польского радио. Наш адрес by.sobachka.polskeradio.pl Радио Польша. Зарубежная служба польского радио. В эфире «Русская служба» польского радио. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Из Варшавы вас приветствует Андрей Сишповский. Мне сегодня помогает звукорежиссер Магда Гурецкая. А в нашем эфире мы будем говорить о ситуации польских школ и учащихся в период коронавируса. О последствиях нынешней ситуации для молодого поколения поляков будет говорить педагог профессор Александр Налясковский. Затем мы представим обзор важнейших событий в польской общественно-политической жизни за последнюю неделю. И в завершение прозвучит наша еженедельная спортивная рубрика, которая будет посвящена памяти скончавшегося на днях выдающегося польского велогонщика Рышарда Шурковского. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и для начала послушайте, пожалуйста, новости. С начала пандемии в Польше удалось сохранить 6,5 миллионов рабочих мест. Из Москвы высланы дипломаты трех стран Европейского Союза, в том числе Польши. В студии Виктор Корбут. С начала пандемии коронавируса в Польше удалось сохранить 6,5 миллионов рабочих мест, сообщил заместитель министра по делам семьи и социальной политики Польши Станислав Швет. Безработица в декабре составила чуть более 6%, уточнило Центральное социалистическое управление. Как отметил Павел Борис, глава Польского фонда развития, в настоящее время более 95% предприятий страны работает в обычном режиме. Но есть секторы, которые очень сильно пострадали от пандемии. Это, например, сектор услуг. С 12 февраля в Польше будут действовать новые эпидемические ограничения в течение следующих двух недель. Рестораны и фитнес-центры по-прежнему будут закрыты. Премьер-министр Матерыч Моромецкий заявил, что в нынешней эпидемической ситуации еще рано полностью открывать экономику. Мы ставим определенное условие. Через две недели после введения новых правил всегда проверяется, насколько они оправдали себя. Как ведет себя вирус, сколько людей заразилось, умерло, сколько коек занято в больнице, сколько людей вакцинировано. Поэтому новые правила будут действовать на протяжении двух недель со следующей пятницы, чтобы все могли подготовиться к изменениям. С 12 февраля кентеатры и театры отели будут открыты, но с заполняемостью 50%. Они будут разрешены заниматься спортом на открытых площадках. Во время своего визита в Москву верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал освободить Алексея Навального и провести расследование его отравления. Это первый визит такого высокопоставленного представителя Евросоюза в Россию с 2017 года. В Москве, однако, не состоялась встреча Жозеп Борреля с Алексеем Навальным. Это могло бы создать ложное впечатление о том, что Европейский Союз признает правильным его заключение в тюрьму, пояснила пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Масрали. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности на встрече с главой МИД России отметил, что пока никто в Европейском Союзе не вводил новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. В ответ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не является надежным партнером и что Россия уже привыкла к санкциям. Некоторые страны Евросоюза, в том числе Польша и страны Балтии, изначально выступали против визита Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в Москву. Россия выслала трех дипломатов стран Европейского Союза – Польши, Германии и Швеции. Соответствующие ноты были переданы 5 февраля представителям посольств этих стран. Решение МИД России связано с нахождением дипломатов в местах, где проходили демонстрации в защиту Алексея Навального. 4 февраля в прессе кеда МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос об участии западных дипломатов в акциях протеста и присутствии в зале суда во время судебного процесса над Алексеем Навальным будет затронут в ходе визита в Москву Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Барреля. В МИД России такой активность иностранных дипломатов назвали вмешательством во внутренние дела России. Российские правозащитники в то же время бьют тревогу, что страна переживает волны репрессии, сравнивая с Европейским Союзом. Российская позиция призывает Евросоюз и США ужесточить санкции против властей России. В канцелярии президента Польши присоединится к подготовке законопроекта о мировых судьях. Об этом шла речь во время встречи президента Анджиа Гудель и присоединения фракции Вселенной Кутис-15 «Прямая демократия» Абла Кутезяк. Избираемые граждане мировые судья стали бы самым нижним уровнем судебной власти. Их решения по незначительным уголовным или гражданским делам могут быть обжалованы в вышестоящих судах. Новое решение призвано ускорить судебное разбирательство. Павел Кукис отметил основное положение своего предложения. Для меня важно главное, чтобы мировые судьи избирались из среди юристов гражданами на пятилетний срок для рассмотрения гражданских и уголовных дел, важных для конкретных граждан. Не затрагивая вопросов, важных для всего общества. Важно, что господину президенту идея выбора мировых судей гражданами пришлась по душе. Глава кабинета президента Польши сообщил, что на следующей неделе в конце репрезидента будет создана рабочая группа для рассмотрения вопроса о возможном внесении пункта о мировых судях в Конституцию. Павел Кукис рассчитывает на поддержку польской крестьянской партии и левых сил во время голосования всеми по этому вопросу. Это были новости из Варшавы. Пандемия коронавируса поменяла привычный уклад жизни также в школах и вузах. Подрастает поколение, которому пришлось учиться в экстренных условиях. Каким последствиям это может привести? Послушайте, пожалуйста, сюжет, приготовленный Ириной Занишай. Министр образования и науки в Польше Пшемуслов-Чарных сообщил, что с понедельника начнется массовая вакцинация учителей. Это означает, что каждый учитель, который хочет привиться от коронавируса, может подать заявку на регистрацию директору школы. По мнению экспертов, это первый шаг к полному возвращению детей в школы. Авторитетный польский педагог профессор Александр Налясковский из университета Николая Коперника в Туруне отметил, что во время пандемии коронавируса приостановился процесс социализации детей и молодежи. Профессор Александр Налясковский на связи у польского радио. По словам министра образования, его ведомство работает над широкой программой, которая должна позволить на устранение недостатков, возникших в связи с пандемией. Можно ли уже сейчас сказать, какие это недостатки, если говорить о системе образования, и есть ли исследования на тему психологического вреда, который нанесла детям пандемия? Пандемию используют как общее наименование для всего. Тем временем речь идет о разных вещах. Разные школы по-разному себя вели. Некоторые оперировали дистанционным обучением лучше, некоторые хуже. Как бы там ни было, это определенный эрзац обучения. Все зависит от конкретных учителей. Сложно говорить о каком-то едином для всех общем фронте вреда. При этом, несомненно, одним из аспектов этого вреда является замораживание социализации. Особенно в отношении детей младшего возраста, до 12 лет, которые не могли пребывать в группе. Общение с ровесниками очень много дает. Позволяет адаптироваться уже в серьезной взрослой жизни. Как говорил Януш Корчик, детство это не подготовка к жизни, это уже жизнь. Дети, которые сейчас учились дома, получили на самом деле продление каникул, по крайней мере, ментально. Школа в компьютере, в том самом компьютере, на котором играют в игры или разговаривают по коммуникатору с друзьями, это не та же самая школа, в которую надо хорошо одеваться, собирать ранец с принадлежностями. Это нечто совершенно иное. Думаю, что последствия мы узнаем через несколько лет, потому что в образовании нет таких изменений, которые видны сразу. От начала изменений до их первых последствий проходит от 6 до 8 лет. Я по своим внукам вижу, как они функционируют. У каждого есть свое мнение об отсутствии возможности ходить в школу. Одному это нравится, и он считает, что так могло бы быть всегда, потому что это тип одиночки, книжного червя, которому достаточно книг, чтобы хорошо учиться. Другому очень не хватает общения с одноклассниками, а особенно того, что называется околошкольная жизнь, того, что происходит вокруг школы. А младшая внучка вообще не успела узнать, что такое школа. Она пошла в первый класс в сентябре, а через пару месяцев уже этой школы не было. Сейчас она опять пошла в школу. Родители много внимания уделяли учебе дома, но пока она еще не успела ни полюбить школу, ни получить от нее негативные впечатления. Так что ее чувства и ее ровесников здесь не показательны. Но другим последствием является то, с чем пытается бороться министр Пшемыслав Чарнак, и что встретилось с критикой и непониманием. Речь идет о дополнительных занятиях физкультурой. Нашим слушателям объясним, что некоторые критики из кругов оппозиции утверждают, что министр Чарнак зря высказывался о лишнем весе детей, которые не занимаются физкультурой. Но оставим этот мотив и вернемся к теме программы, которая предполагает создание группы ученых и проведение исследования и контроль поведения учеников сразу после окончания пандемии коронавируса и возвращения в школы. Вы сказали, господин профессор, что пройдут годы, пока мы узнаем о последствиях пандемии в отношении школьников. Но могут ли психологические консультации, которые тоже ведутся в режиме онлайн, снизить эти негативные последствия? Похоже, могут минимизировать, поскольку это некоторое профилактическое средство. Если мы сегодня будем что-то делать, то есть шанс, что что-то сделаем. А если ничего не будем делать, то получим 100% гарантии, что не сделаем ничего. Пусть критики предложат что-то свое. Министр Чарнак прилагает все усилия, так как школа оказалась в ужасно трудной ситуации и нет однозначных и легких путей. По той даже причине, что в состоянии пандемии каждую неделю, если не каждый день меняется, в выходные дни 2000 заражений, по будням свыше 6000, меняются также ограничения. Одни смягчаются, другие ужесточаются. Оказалось, что в Польше самое главное это спортивные клубы, рестораны, лыжные спуски и дискотеки. Так что управление таким огромным количеством людей, я имею в виду учителей, учеников, дело очень сложное. Оно не делается в течение одного дня. И хорошо, что есть такой коллектив, который пытается это каким-то образом понять и, по крайней мере, хотя бы вступительно что-то посоветовать. Потому что надо что-то делать. Повторю, если мы будем что-то делать, то что-то сделаем. А если ничего не будем делать, то и не сделаем ничего. Собеседником Польского радио был польский педагог профессор Александр Налясковский из университета Николая Коперника в Торуне. В эфире «Русская служба» Польского радио. Сейчас самое время познакомиться с обзором важнейших событий в польской общественно-политической жизни. Эту рубрику подготовил Артур Еворский. Польша по итогам недели. Правительство Польши смягчает эпидемические ограничения. Начиная с 1 февраля по всей стране в полной мере возобновили работу торговые центры. В магазинах, в свою очередь, были отменены часы для пенсионеров, которые обязывались с 10 до 12. В Минздраве отметили, что это было сделано по многочисленным просьбам предпринимателей. Начиная с 1 февраля в Польше также возобновили работу музея и галереи искусств. С 12 февраля, в свою очередь, в Польше будут открыты гостиницы, кинотеатры и театры. Об этом в пятницу 5 февраля сообщил премьер-министр Матыш Моровецкий. Глава правительства подчеркнул, что смягчение ограничений стало возможным вследствие частичной стабилизации числа новых случаев заражения коронавирусом. В то же время, из-за все еще серьезной эпидемической ситуации, рестораны и спортивные клубы в Польше будут закрыты. Мы все прекрасно знаем, что, к сожалению, вирус лучше всего распространяется душным путем. Поэтому спортивная активность пока разрешена только на открытом воздухе. К сожалению, рестораны, спортивные залы, фитнес-центры и некоторые другие учреждения остаются закрытыми. Застая надал замкнена. Премьер-министр Матыш Моровецкий добавил, что санитарные ограничения привели к снижению числа коронавирусных инфекций. Однако число смертей от COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство. По этой причине полная отмена ограничений будет преждевременной и может привести к повторной вспышке эпидемии. По состоянию на 5 февраля в Польше подтверждены 1 миллион 539 с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом, включая почти 39 тысяч летальных исходов. Отменяем также, что к этому времени в Польше было сделано почти полтора миллиона прививок от COVID-19. Более 344 тысяч человек получили уже две дозы вакцины. Продолжение следует...